Борельеф Благослови и освяти памятник сей, сооруженный в честь воинов земли Михайловской души своим. За отечество наше в локальных вооруженных конфликтах положивших. Вспомнили ребят, погибших при исполнении интернационального долга. Их фамилии выгравированы на памятной доске мемориала. Матери двоих афганцев, сложивших свои головы в чужой стране, Юрия Кочубина и Романа Гончарова, в числе почетных участников этого события. Памятный митинг подготовили ученики Михайловской средней общеобразовательной школы номер один. Не обошлось без юно-армейцев. Их присутствие всегда украшает праздник. Юные Михайловцы с удовольствием включаются в патриотические акции, которые проводят в Михайловском районе и Рязанской области. Дорогие Михайловцы, гости замечательного города. 74 года назад отгремела Великая Отечественная война. Но, к сожалению, это была не последняя война, в которой принимали участие солдаты и офицеры. Сегодня мы открываем памятную доску участникам локальных войн. Я родилась в 66-м году, и именно мальчишкам нашего поколения выпало на долю участия в Афганской войне. Я прекрасно помню, как мы встречались с радостью тех ребят, которые вернулись с этой войны. И прекрасно помню, как мы провожали их в последний путь, тех, кто не вернулись. Мне сегодня хочется сказать слова благодарности администрации города Михайлов, администрации Михайловского района, нашему замечательному скульптору, всем, кто имеет отношение к этой местной инициативе, для того, чтобы действительно сегодня была увековечена память тех мальчишек, которые не на страх, будем говорить, а на совесть выполнили свой интернациональный дом, к сожалению, ценой своей жизни. И, наверное, это нужно не мертвым, это действительно нужно нам живым, для того, чтобы память, которая живет в наших сердцах, позволяла нам делать все больше, для того, чтобы наши матери и жены не плакали на могилах своих детей и на могилах своих мужей, чтобы дети не становились сиротами и чтобы над нами всегда было мирное небо. Вечная память героям. Здравствуйте, дорогие друзья. Я закончил школу в 79-м году. Закончил, поступил в институт. А некоторые мои сверстники осенью этого года пошли в армию, а потом в Афганистан. Вернулись не все. Поэтому сегодня день и их памяти. Дорогие друзья, память – это то, на чем стоит Россия. Стояла, стоит и, я уверен, будет стоять. Годы, десятилетия, века и тысячелетия. Я уверен, что наша страна будет, есть и будет в этом мире. И от нас зависит, насколько сильной она станет. Давайте помнить подвиги наших предков и современников. Давайте. Уважаемые, дорогие земляки и гости. Сегодня принято такое решение в день города Михайлова, в праздничный день, открыть доску памяти в рельеф памяти наших земляков. Это великое событие, и я горжусь, что я житель Михайлова и Михайловского района. Я горжусь, что я россиянин, и я горжусь тем, что присутствую на этом торжестве. Пусть им будет вечная память. Всем здоровья, добра и мирного неба. Уважаемые земляки, действительно день города, 90 лет района и еще одно у нас немаловажное событие. Мы открываем в рельеф память о той войне, о тех ребятах, тогда еще ребятах, которые выполняли свой долг в чужой стране, отстаивали интересы нашей страны. И некоторое время назад появилась такая инициатива воздать память и почести тем ребятам, которые легли там за нашу страну. Те ребята, которые, но не живущие, которых мы знаем, помним, чтим и очень сильно уважаем, которые живут в нашем районе, в нашем городе, но и в целом, в целой стране. Олег Николаевич, спасибо вам. Я видел вашу работу. Вы сумели передать то, что чувствовали те тогда еще ребята, сегодня это настоящие сильные мужики, герои, которые и сейчас несут память, несут через свою жизнь честь и совесть, любовь к своей родине, к малой родине, к стране в целом. Поэтому вот этим барельефом, я думаю, мы все скажем спасибо этим ребятам, которые стоят здесь и тем, кого с нами нет. Олег Николаевич, а вам спасибо вот за ваши руки, за ваше творчество и за ваш такой душевный, теплый подход к этому серьезному делу, к этому серьезному событию. Спасибо. Дорогие Михайловцы, уважаемые друзья, уже более 30 лет, как закончилась война в Афганистане, был совершен вывод. Времени много прошло, уже многое забывается. Я думаю, как нельзя кстати, чтобы вернуть память, вот проходит сегодняшнее мероприятие, проходит, открываем вот этот наш барельеф, там фамилии, имена, в том числе 8 ребят погибших в Афганистане, а всего нас там служило более 100 человек, видите, 8 не вернулись оттуда или вернулись уже не живые. Они, могилы их разбросаны по всему району, кто-то в Михайлове похоронен, где-то она в поселке Октябрьском, Пушкари, Ижеславль, Печерники и так далее. Всех не поменешь, не обойдешь, а вот они все здесь фамилии, все здорово. Так что я хочу сказать спасибо всем причастным к созданию этого комплекса. Ну и хочу, чтобы он напоминал нам всем о памяти этих ребят, и чтобы мы равнялись по ним, и чтобы ни им, ни нам не было стыдно за то, что мы творим. Ну и самое главное, чтобы эти войны больше никогда не повторялись. Всех Михайловцев с праздником, с Днем Города, всем доброго здоровья, а нашему любимому городу процветания. Прошу вас, ну хочу поздравить вас с таким торжественным днем, с Днем Города, с праздником еще раз, и с открытием доски. Вообще у вас приятно быть, вот заезжаешь в город, у вас все в цветах, убрано красиво. Вот памятники стоят тоже ухоженные, бывает иной раз приезжаешь, мы в прошлый раз составляли альбом, поехали, как-то так заехали в Захаровский район, вон первый там памятник, приехали, и такой бурьян высокий, хороший, все так от души. И скульптура там уже погрязла от такой грязи, просто невозможно ее так закрасили, вообще ужасно. Эти звезды все такие, там все было так красиво, и потом все так кончилось. И, к сожалению, не только там, очень много таких вещей, все открытие, все торжественно открыли, все отпомянули, а потом забыли. Самое главное в памятнике, чтобы его помнили, то есть это напоминальник вот той самой, того самого подвига, чтобы не просто так вот, да, поставили и ура, вот губернатор приехал, там, не знаю, президент, еще кто-нибудь. Это все делается только для людей, они отдали свои жизни. И чем больше здесь праздник, тем лучше, то есть тем интереснее всем, как говорится, и они отдали не зря. Вот, скажем так, вот то, что я хотел сказать, остальное я сказал. Спасибо вам. Право открыть архитектурных художников. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Это 88-й год, попал я с территории тогдашней республики Узбекской, вот, не издана, не гадана, хотя перед этим рвались в бой, как говорится, писали рапорта, вот, а потом случилось вот обстоятельство такое, что вывели нас с нашей точки дислокации, ближе к границе. Ну, учения, ну, и наши учения продолжились уже на территории Афганистана, от нашей границы и до границы с Пакистаном. Война закончилась, вывели. А то есть вы участвовали в выводе войск? Да, да. Я самый молодой по возрасту, без участников, участвовал в выводе войск. Здравствуйте. Февраль, 13-е число, пересекли речку, вот, в обратном направлении домой. Война вроде бы закончилась. Как говорится, родные вздохнули спокойно, хотя меня родители разыскивали где-то месяцев, наверное, пять и не могли найти. Так что, конечно, большие переживания были у родных и близких, вот, для тех ребят, кто не имел с ними связи. Ну, это родители смогут передать свои переживания, свои страдания. Вот, я сейчас во время открытия барельефа погибшему воину увидел матерей погибших ребят. Спасовик-затейник. Конечно, сердце, ёкнуло. Потому что слез было много пролито, в том числе и нашими родственниками, особенно матери, переживали. Да, да, вот тут с левой стороны эти... Ну, тяжело говорить. Афганцы? Вот, две матери здесь были, они как бы это пережили, вот, живут. Вот, а вообще это очень тяжело. Не дай бог, чтобы это ещё произошло. Вот. К счастью, сейчас более-менее стабильная ситуация. Вот, не часто у нас конфликты где-то за пределами страны. Да и внутри страны то же самое. Вот. Нет чего-то такого, чтобы уносило жизни наших ребят. К тому же сказать, их осталось уже не очень много ребят. Придёшь в школу, посмотришь, какие сейчас классы, сколько там мальчиков, сколько девочек, какие юно-армейские отряды. Сейчас в ряду уже девчонки стоят, вот, и плакать хочется где-то наши ребята, от которых зависит наша безопасность, безопасность нашей страны, конечно. Не, ну, всё равно хорошо, всё равно вот эта патриотическая нотка. Хорошо. Это же будущее кто? Вот оно, будущее наше. Мы сейчас его закладываем, этот фундамент. В заключение хочу сказать то, что говорил скульптор, создатель этого барельефа. Вот. То, что говорили остальные уступающие. По поводу памяти. Вот. Память, она должна быть в сердцах людей. Вот. Не просто открыли, забыли. Вот. А жить, помнить о том, что было, потому что, не имея возможности помнить, не помню то, что было, у нас не будет будущего, в конце концов. Поэтому дело очень нужное. Вот. Надеюсь, что повлияет это на развитие поколений. Да. На воспитание их духовно-нравственное. Воспитание. Я тоже об этом думала. Думала, вот, всё-таки, действительно, хороший поминальник. И хорошо, что у нас в районе их много этих поминальников. Действительно, их много таких. И вот у нас есть лишний повод собраться, вспомнить даже, сколыхнуть вот это вот, да, внутреннее наше естество. Мы, бывает, забываем в суете в этом. Мы забываем. И потом, когда вот начинаем что-то сетовать на какое-то на жизнь обстоятельство, просто забываем мы о том, что было и что может в любой момент произойти. Просто не ценим того, что у нас есть. А это лишний раз вот нас отрезвляет, мне кажется, даже. Жизнь, к сожалению, очень коротка. Вот. Отпущена человеку не много лет на этой земле. Вот. И прожить их надо так, чтобы не было сомнений о том, правильно это или неправильно. Вот. А вопрос памяти о том, что было, это самое главное. Человек тем и отличается от других живых существ, что он ходит на могилу своих предков, вот, отдаёт дань памяти. Наталья Бостракова, Александр Каратаев, Евгений Бостраков. Специально для Михайлов ТВ. У него Spring Бостракова. Я seize на жизнь. Я не надеюсь на видео. Как